У Гродзенской области по выниках працы у дельника у диалоговых пляцовок оформлены шерох пропону у сферы конституционной реформы и партийного будовництва. Ахученные идеи и аспекты по изменениях конституции и законодавчих актов будут знакерованы для обмеркования на усебелорусским народным сходе. Об этом поведоми у старшиня Гродзенского облвыконкам Владимир Каранек по час пленарного посаджения, присвеченного выникам региональных дискуссий по актуальных пытаниях развития краины и регионов. Ирина Юшкевич расскажет. Новоколцы, депутаты, представники объединений у политических партий и громадской области. У таким широким колле шло обмеркование темы конституционное реформование и партийное будовництво у рамках диалоговых пляцовок. На почтной встрече, подавленной теме, яка отбилась на юридичной факультете Купаловского университета, фактически нашла дискуссия, как сделать нашу страну лучше, а жить у нее комфортнее. Як прагучала дэксперта, зараз и дзеразмова об формировании новой модели конституционного ладу краины, переразмерковании полномоснов по межпрезидентам и парламентам, створении модели, яка отбаведала б сучасному стану и потребованиям белорусского громадства. Площадка для обмена мнениями, для разных приложений, она показала свою эффективность. На первых заседаниях мы столкнулись даже с тем, что часть участников площадки не совсем понимают нормы действующей конституции. Уже действующие есть все-таки случаи, когда путается правоприменительная практика и то, что у нас, скажем так, установлено законами и конституцией. Хотя бы для того, чтобы понять, на каком языке мы разговариваем, о том, что не все проблемы, которые народ сейчас видит, связаны с несовершенством действующего законодательства, часть проблем надо решать на уровне правоприменительной практики. Я думаю, что мы, наконец, по многим позициям начали разговаривать на одном языке и понимать лучше друг друга. Как прогучало на данный момент, есть широкий пропагану от ученых экспертов-проставников громадскости от Гродинщины. Сейчас главная задача – найти баланс, провести их разумный синтез. Есть приложения, которые от области будут оформлены и направлены в Минск, группе, которая работает над конституцией. Все участники площадки согласны с тем, что наше дальнейшее устройство должно быть президентская парламентская республика. И, как правило, не вызывает никаких противоречий о том, что необходимо усиливать роль парламента в решении многих вопросов и влияния на жизнь нашей страны. И здесь основная задача – не допустить тоже перекосов и действительно сделать систему сдержек и противовесов, чтобы не было никакой доминирующей структуры. И вот тут идет основная дискуссия, какие полномочия надо оставить у Совета министров, либо у главы государства, какие полномочия надо передать парламенту и наоборот. Но основное – это то, что усиление роли парламента нам необходимо. Это неоспорит никто из экспертов. Деалоговые пляцовки регионы протягнут с работы. Ближайшая встреча запланована на пятницу 30-го Кастричника. Яна пройдя у Харатским доме культуры Лиды и будет присвечена молодежной политикой. Пропановые питания так само можно накеровать с допомогой адмысловой платформы «Гродзенский диалог с 2020» на сайте Аблдаканкама. Выникам усих региональных дискуссий повинен стать перолик конкретных пропанов для обмеркования на усибелорусском народном сходе, который пройдет на начале будущего года.